Всем добрый день! Меня зовут Надежда. Я рада приветствовать вас у себя на канале. Гост сегодняшнего видео это домашние пельмени, которые мы с вами будем сегодня лепить. Пельмени исконно считаются русским национальным блюдом, поскольку принято считать, что родина историческая пельмени это Сибирь. Поскольку там в основном морозы и считалось раньше зимней заготовкой сибиряков. Пельмени могут быть с разными начинками, с разным фаршем. У меня сегодня они со свининой. Чем хороша лепка пельменей в домашних условиях, как правило, приготовление такого блюда дома, заготовки именно, очень здорово объединяет членов семьи, когда вы делаете это все вместе. И получается очень вкусно, намного вкуснее магазинных покупных. И также, я повторюсь, это будет вкусным таким дополнением вашего основного рациона, который уже из морозильника можно быстро достать и приготовить, когда уже отварить, когда совсем нет времени на готовку. Если интересен вам данный рецепт, а он реально вкусный, конечно же оставайтесь со мной, а мы с вами начнем готовить. Для начала мы замесим тесто. В муку я добавлю чайную ложку соли с горочкой. Добавили. Сюда же я добавляю 3 столовые ложки растительного масла. Масло можно взять любым, главное, чтобы было без запаха. В моем случае это же жемчужина по дворе. Добавили. И сюда же я добавляю 500 грамм теплого молока. Хочу замесить теплого, а не горячего. Сюда же мы добавляем 2 яйца. Размешиваем и вымешиваем. Тесто у меня уже готово. Смотрите, вымешано до той консистенции, когда оно не липнет ни к рукам, ни к столу. Оно должно быть таким пластичным. Если у вас не получается его вылепить и вымесить сразу, то можете дать ему немножко отдохнуть и потом вымесить повторно в два захода. Вот тесто у меня готово. Я его сейчас накрою пищевой пленкой и отложу. Займемся заправкой фарша. В фарш я добавлю примерно чайную ложку соли. Добавлю специи для фарша и мяса. Я крутила их сама. Вы можете добавить те, которые есть у вас. Добавили по вкусу. Да, добавляем. Дальше я немножко поперчу. Поскольку смеси у меня перца нет, воспользуюсь букетом перцев. Вот такой приправой. Добавляем перец по вкусу. И сюда же я добавляю два яйца. Добавили. И перемешиваем фарш в однородную текстуру вместе с яйцами и специями. Фарш у меня уже готов, заправлен. Фарш, к слову сказать, кручу сама. У меня есть ролики заготовки полуфабрикатов, где я показываю, как его делать. Лук и чеснок в фарш у меня уже вкручен на мясорубку. Если вы любитель лука или чеснока кусочками, как добавку в фарш, можете порезать его очень мелко. Либо вкрутить его прям в фарш на мясорубке, как и сделала я. Фарш у меня свиной. Для пельменей можно взять фарш, как свиной, как у меня, так и смешанный. Смешать несколько видов мяса, курицу, свинину, говядину. Можно сделать индейку. То есть для данного вида пельменей можно взять любой абсолютно фарш, как сделать самостоятельно, так и покупной. И из того вида мяса, которое есть у вас в доме. Это, к слову сказать, если будут вопросы по фаршу и его составу. Абсолютно любой. Либо дома делаете, либо покупаете в магазине. Крутила я фарш на средней насадке мясорубки. Вот, и теперь мы уже приступаем к самому непосредственно раскатыванию теста и к формированию пельменей. Тесто я буду раскатывать в тонкий слой. Буду брать с такими кусочками небольшими и его раскатывать. И тоненько раскатываем. Я напомню, тесто вымешиваем до того момента, чтобы оно у вас не прилипало ни к скалке, ни к рукам, ни к столу. Оно должно быть пластичным и эластичным. Вот, обратите внимание, у меня оно не липнет. И раскатываем примерно на толщину до полусантиметра. Возможно, толще, возможно, тоньше, так уже вам больше понравится. Тесто я раскатала. Вот, выглядит оно у меня вот так, тонкое, почти прозрачное. Я буду лепить вот в такой форме. Можно лепить, конечно же, и вручную. Так как удобнее вам. Излишки теста потом уберутся. Это ничего страшного, если у вас вступает тесто за края. И просто залаживаем в формы тесто, в тесто, в фарш. Примерно пол чайной ложки. Вот таким вот образом. В каждую ячеечку уложим фарш. Фарш у нас выложен. И теперь накрываем листом сверху. Накрыли. И теперь я поступаю следующим образом. Я просто скалкой вот так ровняю, чтобы они провалились внутрь сами пельмешки. С вашим стоит аккуратнее, чтобы вот так вот, как у меня сейчас, у вас не вылезло. Ровняем. И вот так вот надавливанием скалки я их буду выдавливать. Вот таким вот образом. Я из формы свои пельмени достала, положила на достичку. В таком виде я отправлю их немножко подморозиться в морозильную камеру. После того, как они схватятся, я их разложу по пакетикам. С остальным тестом и фаршем проводим такую уже манипуляцию. Что хочу сказать. Из данной торции, из взятых мной пропорций, у меня получаются порядка около 150-200 штучек пельменей. Но опять же таки, это будет зависеть от величины взятых вами формы, величины ваших пельменей и взятых вами пропорций, условно говоря, фарша теста. Вот, надеюсь, этот рецепт был вам полезен. Такая заготовка всегда имеет место быть в морозильнике, поскольку многие любят пельмени и не только, в принципе, пельмени, но таким же способом можно сделать и вареники приготовить, используя рецепт данного теста. Поэтому берите на заметку, готовьте, пользуйтесь и, конечно же, всем приятного аппетита! Так же, если понравился рецепт и идея, поставьте мне пальчик вверх, не забывайте подписаться на канал и нажать серый колокольчик, чтобы не пропускать интересные и полезные видео для вас. А на сегодня у меня все. Спасибо за внимание и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok